Андрей Александров Давайте поговорим об автоспорте. Страсти, любви и родной стихии Андрея. Его страсть это быстрые допы. В Каменце или на Буковине Андрей видит частичку Финляндии. И именно на таких допах он раскрывается и парит над трассой на запредельной скорости. Знаменитый доп Катюба на гонке в Черновцах или не менее знаменитый Каменецкий трамплин. Кодовые дорожки львовского ралли Галиция. Вот где Андрей полностью реализовывается, показывая зрителям максимальную скорость и максимальное мастерство. Продолжение следует... Там очень большая скорость, очень быстро ездишь. Надо быть настолько собранным, что там нельзя на долю секунду глаза отвести. Каменец подольский, допустим, это ралли одно из моих самых любимых с точки зрения гравия. Здесь есть классические там скандинавские участки. Первый день скоростные эти участки, они просто... Особенно второе Катюба 2, второй участок, это просто фантастика. Это, я не знаю, это в Финляндии, кусочек Финляндии. Не знаю, там еще интереснее, там просто классика ралли, да, на трамплине, поворот, поворот длинный, с огромного хода. Ощущаешь себя настоящим гонщиком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он любит работать с автомобилем, и обнаружение удачной настройки является для него куда более важным, нежели позиция в гонке. Ведь Андрей гоняется не для того, чтобы получить звание или титул. Он наслаждается процессом и совершенствованием своих автомобилей. Совершенствованием ежечасным и ежеминутным. Только, ну, не многие могут понять, да, почему я это делаю. Потому что можно исключительно заниматься ездой, покупать технологии, покупать знания, не вникая в них, не иметь их, заплатить деньги, их получить. Но это разово. Он любит чистый пилотаж. Как ни парадоксально это звучит, но Андрей считает, что правильное прохождение ДОПа является более важным, чем прохождение быстрое. Знаешь, езда должна быть очень чистая, идеально, правильная. Ведь секунды, да, конечно, вот как бы ралли такой спор, что судят по секундам, да, кто там кому сколько я привез. Но я много наблюдаю там на европейских первенствах, чемпионат мира, смотрю, вот стиль езды, например, да. И все-таки, ну, не могу сказать, что самое правильное, это любой ценой, но эти секунды. Все-таки мне нравится, когда академическая езда правильная, чистая, красивая и быстрая. Вот именно, вот, стараясь, вот, именно академическую езду, то есть идеально правильный вход, выход, связка. Машина должна здесь быть в таком положении, здесь в таком. Его стихия – это споры, общение, возможность убедить собеседника в важности изменений. Споры о том, какими должны быть гонки, о том, что значит спортивное поведение. О том, что нужно делать для развития ралли. Для него эти споры бесконечны и всегда актуальны. И из этих споров его иногда приходится уводить чуть ли не насильно. Александр, давай мы тебя уйдем, 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 уйдем. А вот споров среди ведущих украинских раллистов относительно того, какой должна быть эта гонка, практически не было. Андрей, он всегда стремился к лучшему, всегда экспериментировал с техникой, всегда добивался и хотел максимальной скорости автомобиля, всякими техническими решениями, новшествами. И я думаю, что эта гонка, вот, которую я какое-то принимаю участие в ее организации, все-таки пытаемся что-то сделать, что-то новое, что-то нетрадиционное, то, чего в Украине еще не было. Тут важное, я думаю, участие, важно все-таки проехать эту гонку, финишировать. И если получится добиться каких-то результатов, то я буду только рад в войне. Должна быть бескомпромиссная такая борьба, захватывающая между всеми. Ну и все должно быть на высшем уровне. Ну, мы все понимаем, как бы, и стараемся, наверное, не забывать своего друга. И дух должен быть такой, как будто он с нами рядом и вместе едет. Сам мне не тяжело говорить, но об Андрее как будто его нет, и о духе, и поэтому я знаю, чего я приеду. Я думаю, что гонка должна быть классной, потому что все ралисты, Андрей, прежде всего, был человеком, который жил ралли и получал от каждой гонки огромное удовольствие. Если она была правильно сделана, если она была классная, быстрая. Ну, естественно, это будет, как вроде бы корона чемпионская Украина. Ну, то есть, естественно, в приоритете будет финишировать и, естественно, выиграть. А составляющие какие этой гонки моральные для тебя? Ну, блин. Отдать честь Андрюхе. Проехать быстро, красиво, так, как любил Андрей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он любит честную игру. Всего себя он посвящает автоспорту и всем своим существом стремится к тому, чтобы украинское ралли стало эталоном спортивного поведения. И гонка, которая сейчас стартует, это прекрасный шанс для всех нас продолжить то, что начал Андрей.